Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что вы молодец большой, что обратились за помощью, что понимаете проблему, что пытаетесь с ней что-то делать. Я считаю, что это очень серьезный шаг для мужчины, если вы живете в России, ну по крайней мере русскоговорящие мужчины, крайне тяжело идут на какое-либо понимание и какую-либо проработку своих проблем. Поэтому в этом смысле вы большой молодец. Что обратили внимание на факт наличия данной проблемы с одной стороны. Но с другой стороны, парадоксально и то, что вы склонны обесценивать свои чувства, вы склонны обесценивать свои переживания, вы склонны к этому. Вот, вы склонны называть фигней то, что на самом деле не фигня. Потому что то, что вас волнует, имеет под собой вполне реальные причины, имеет под собой вполне реальные основания. Вот. Значит, что хочется сказать. Значит, вы, в первую очередь, не раскрыли тот, что именно вас грызет. То есть, по сути, нужно глубже, глубже вгрызться в то, что вы пистете. Вот вы пистете. Начала мысль, грызти на мысли, что я у него не первый. Не знаю почему, но как-то неприятное на мысли. Прям становится как в голове привлечет эту мысли. Неприятно. В чем неприятно? Что неприятно? Конкретно. То есть, нужно конкретизировать это. Интересно, что четыре года назад у меня была подобная проблема. Практически один в один. Только теперь то, что меня интересует. Как мы перестать, что мы нагрузим на такие размышления? Не перестать накручиваешь. Она не перестает. Необходимо раскрыть. Необходимо раскрыть то, что вас волнует. Необходимо именно раскрыть. То есть, не перестать что-то делать, а наполнить себя. Не убрать себя, не лишить, а наполнить. Наполнить себя чем-то. Знаете, это совсем другая история. Для того, чтобы вам, к примеру, перестало хотеть себя накручивать. Для того, чтобы вам перестало хотеться. Необходимо. В первую очередь, повысить уверенность в себе. То есть, вы в себе не уверены. Во вторую очередь, снять такое достаточно негативное отношение к сексу. Нет. Секс. Как бы... Для вас секс? Это... Прям... Что-то... Такое, знаете... Ну, грязное. Что-то такое, прям... неприемлемое. Что-то такое, что вы воспринимаете на свой счёт. Как бы... Вот. Знаете, какая штука? В этом при том, что девочка у вас девятая, у нее партнеров было больше. Следующее, это обход от сравнивания себя с другими людьми. Вы сравниваете себя с ее партнерами, как бы соперничаете, боретесь за то, чтобы быть лучше, например, в ее глазах. Да. И вам страшно, что вы можете оказаться не лучшим, это означает, что себя полностью вы таким, какой вы есть, не принимаете. Понимаете, да? То есть, первое, это уверенность, реализованность. Второе, это изменение отношения к сексу. И третье, это вот, собственно, отход от сравнивания себя с другими людьми. Вот такие три момента. И у этих моментов есть тоже свои причины. Это я назвал только самые такие распространенные, да? И то они эти причины, точнее, эти моменты имеют свои причины. Понимаете? И с ними тоже нужно разбираться. И только изменив ваше поведение, изменив ваше мышление, подкорректировав ваше отношение к себе, вы перестанете себя накручивать. А пока вы это делаете, вы реализовываете свои какие-то желания, которые нуждаются в реализации. Нельзя просто взять и перестать себя накручивать. Нельзя. Если мы что-то вместо того снимаем, мы должны, если мы должны и что-то дать. Понимаете? Скажешь только. Вот. 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 В принципе. Ага. В такой момент. Вот. Вот. Вот и все. С девочкой, возможно, вам следует обратиться, ну, вместе с девочкой. Вот. Возможно, вы не проговорили, в полной мере, вот, то, вот, что зам, сколько у него было партнеров и так далее. Вот. Но все вам упирается вот в эти три стопа. Стопа. Как правило. Я не говорю, что всегда. Как правило. упирается в эти три стопа. Вот. Все. Вот. Что вы написали еще? Отдельный совет. Совет. Психологи советов не дают. А на них накручивание означает навязчивые мысли. Всегда навязчивыми мыслями всегда стоят, во-первых, определенные желания. Да. Это первое. То есть определенные желания и потребности. вот. А во-вторых, стоят в неверной установке. То есть вас как бы, вы как бы себя заставляете сами. Вы сами себя заставляете это делать, сами себя заставляете так думать, так себе говорить. Вы не свободны в этом. Так что, тут советов никаких, вот таких конкретных советов. Нельзя. Это слишком малая информация для вас. Это будут такие очень общие советы. А к вам они не относятся. Что нужно именно вам делать. Какие у вас отношения к сексу. Насколько вы не реализованы. К примеру. Понимаете? Вот так. Мне видится такая, по крайней мере, по крайней мере, анонимная. Так что, сперва один, потом вместе с девочкой обращать. Будем работать. Вот. И отслеживайте пока, вот, моменты, где вы себя обесцениваете, где вы говорите, такая фигня, вместо того, чтобы признать, когда это проблема. То есть, проблема не фигня. Для начала это. Можно данные рекомендации почитать совет. Вам. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. 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 Удачи.